Конечно, печален весь этот вид заброшенных зданий. И мне пишут, что их использовать нельзя, потому что хозяева, уходя из них, проклинали их. И те, кто их использует, те страдают. И это, вероятно, может быть и так. Но я вижу, что никто их действительно не использует. Может быть, в какой-то степени растаскивает, но не знаю. А так в большинстве стоят вот в таком виде. Некоторые зарастают. Некоторые разрушаются. И это видеть, конечно, печали. Особенно видеть это в раю. Но мы должны задаться вопросом, а почему это все происходит? И как, живя в раю, можно оказаться вот в такой ситуации, что война, убийство и все остальное? Мы с вами по библейской истории знаем, что, к сожалению, даже в раю, даже дети тех, кто жил в раю, то есть дети Адама и Евы, тоже совершили преступление. Каин убил Сифа только потому, что позавидовал ему или подумал о том, что его любят родители больше, чем Каина. Каин был изгнан из раю и ушел в ту сторону, на восток. И мы помним, что на востоке ему и его детям жилось нелегко, хотя они изобрели в дальнейшем всякие рукоделия, мастерство и так далее для выживания. Но убитый Каином Сиф долго не был похоронен, потому что Адаму и Еве виделось по-другому и рождение, и существование Сифа, и его смерть оказалась для них неким таким порогом осознания. И Сиф долго-долго-долго лежал не захоронен, и больше того считают некоторые, что он и захоронен был вместе с Адамом. Здесь есть дальмены безвходовые, вот такие, без круга, которым люди заходили в этот дальмен или что-то заносили в этот дальмен. Ну, считается всё-таки здесь, что дальмены – это всё-таки захоронение. Это могила такая. Так вот, найдены дальмены, которые от начала библейской истории существуют. То есть им шесть с лишним тысяч лет до нашей эры, а от нашей эры уже около восьми тысяч. Ну, в общем, так совпадает с летоисчислением библейским. Так вот, в некоторых размышлениях здесь есть дальмен, в котором похоронен и Адам, и Сиф вместе. Но некоторые говорят, что это Адам и Ева здесь похоронены. Но мы не о том, как Сиф похоронен, а о том, как это всё случилось. И случилось из-за греха того, кто, казалось бы, должен был ему быть братом, как, к сожалению, мы видим в истории человечества, случается со всеми проблемами и является причиной всех войн, которые в конечном итоге случаются. То есть на самом деле причиной всех наших с вами неурядиц и личных тоже. Это наша с вами греховность. Греховность. То, на чьей стороне окажется Бог, это уже зависит от Господа в данном случае. Но есть замечательные истории нартов, которые здесь, мифологии нартов, которые здесь была, которые рассказывают о том, что даже ангельского вида люди, борясь со злом, могут погибать, и их дело уходит в руки тех, кто не был ангелом. Я надеюсь, что эта земля потихонечку залечится, отношения между людьми залечатся, каким-то образом справедливость Господом будет установлена, а может быть, она уже установлена, эта справедливость, и надо ее просто принять как должности в этой справедливости, и найти мирные пути соседствования, мирного пути существования. Я думаю, другого пути, кроме как мирно жить в раю. А рай, конечно, не только это место, но в рай все человечество. У человечества нет. Нет. Ни в какие мы Марсы не отправим лучшее человечество, да никто туда не полетит. Ни на какую луну мы не переселимся. У нас есть рай, наша земля. И поэтому именно здесь, сохраняя не только экологию, потому что нам не экология мешает жить, нам взаимоотношения друг с другом мешают жить, и сохраняя эти взаимоотношения, мы и можем вернуть себе рай. Можем. Пусть будет идеей того, что мы возвращаем экологию, какая-то добрая идея, нужная какая-то идея, но возвращение рая возможно только, если мы вернем мир в свои души, мирное существование, мирное состояние души. Кстати, только с мирным существованием и мирным состоянием души можно вернуться к языку рая, то есть услышать всех, включая животных, птиц, растений и всех людей, услышать все их языки, как слышали апостолы. Вот такой маленький размышленица на пороге заброшенки, глядя на которые, конечно, плакать хочется. Не пожелаешь никому, чтобы были такие места в райских местах. Здоровья вам всем, радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok